друзья мои всем привет немножечко хочется перед работой зарядиться позитивом вот и рассказать вам я давно обещала многие у меня спрашивали по поводу обзора магазин журнала english magazine образовательный журнал полностью на английском огромное количество там интересного материала и сейчас он такой стал как travel блог такой очень классный уже не первый журнал я получаю от них с конкретно тематикой traveling и очень нравится выбрать своими взрослыми студентами потому что он очень-очень насыщен сейчас я вот я переключусь и покажу вам что у нас вот тут имеется так нашла переключиться вот english magazine russia travel блог москва владивосток вот здесь байкал алтай нижний новгород вот кстати главный редактор журнала так ну помимо рекламки разных событий и разных магазинчиков дистрибьюторов официальных значит одну секунду я сейчас постараюсь аккуратно это сделать значит есть инструкция как пользоваться журналом со всеми qr-кодами ссылочки вы переходите можете там прослушать текст можете перейти на электронную версию в общем очень интересная удобная вещь он полностью интерактивный он по факту ну первый наверное журнал несмотря на то что есть у нас много журналов скажем так в стране которые говорят и о преподавании и имеют такой языковую направленность такую имеют вот это журнал все-таки был первый который был интерактивный и так russia travel блок во первых очень актуально сейчас потому что большинство из нас остаются в стране или путешествуют по стране вот поэтому я думаю что это будет полезно сейчас вот здесь даже наверное зарисовки какие-то можно делать значит обращаем внимание что есть еще и видео да вот здесь очень хорошие статьи с параллельным переводом да это для тех взрослых которые без перевода просто никак обойтись не могут вот и мы конечно маленько отучаем их от этого но все равно приходится иногда ну и плюс конечно это очень экономит взрослым время если все-таки они не находят какое-то слово они себя проверяют мы предлагаем закрывать эту часть и предлагаем им посмотреть да вот гид по москве привет зухра вот гид по москве все фотографии такие достаточно яркие на самом деле если честно я эту страничку отсканировала чтобы не разрезать журнал сделала из нее карточки потом мы их вытягиваем и рассказываем да по тексту какие-то вещи вот раздаточного материала мне не очень хватило да то есть я сосканировала и разрезала карточками сделала эту вещь очень мне понравилось ну и плюс конечно для гидов переводчиков которые частенько мы устраиваем летом для тех кто в принципе из подростков из детишек любители вот таких впечатлений то есть очень хорошо подойдет красная площадь кремль собор василия блажен вы видите небольшие микротексты вот я думаю что еще наверное сделаю такие карточки и сзади размещу эти тексты вот значит вот пожалуйста парк зарядье николаямская улица александровский сад и так далее дальше мы пошли уже по разным скажем так городам другим здесь также есть интервью с джоном дуганом вы посмотрите кстати кто это это человечек который путешествует по россии его интересные взгляды вот липецк воронеж а вот здесь еще один парень но мы пока не добрались это джон тикл вот тоже будем смотреть взгляд иностранцев на нашу страну и на туризм в ней тоже очень интересно вот здесь панорама из воронежа вот кстати если кто-то есть из воронежа коллеги обратите внимание здесь уже готовый материал по вашему родному краю то же самое по поводу нижнего новгорода вот также здесь есть дополнительные ссылочки все это можно 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 сделать посмотреть алтай вот кстати вот иностранец вот этот забыл я как его называть то вот здесь соответственно тоже есть ссылка на линго страноведческие все эти моменты и видео значит последние несколько журналов они такие активные такие traveling но в журнале есть много очень много есть башкирия видите бурятия но по факту что дети то допустим из москвы или из каких-то регионов близко к москве которые находятся что они знают а вообще большой россии да ничего не знают поэтому это еще и полезно как клил будет для них вообще узнать родном крае в принципе тоже страна большая страна разная и надо знать в общем-то всех своих так сказать земляков всех граждан до которые проживают многонациональная наша страна так природа лайф вот здесь о всероссийском конкурсе туристика рекреационного комплекса и развитие экотуризма в россии вообще это очень интересная тема я на французском брала с девочкой да по поводу экотуризма чем очень очень интересная штука такая очень интересная вещь посмотрите присмотритесь коллеги также здесь экология инициативы в российском университете для тех кто преподает в вузе у кого есть студенты кто учится в вузе очень интересная тема и вообще готовый материал для обсуждения а что можно сделать а что делается в вашем вузе какие программы можно сделать да то есть но организовать полномасштабный урок в принципе возможно вот дальше тоже по теме экология вообще тема согласитесь коллеги достаточно интересная и тема такая скажем актуальная всегда и много об этом говорят и чтобы поддержать с кем-то беседу на иностранном языке частенько нам многих вещей не хватает вот здесь не первые статьи кстати вообще по всей линейке вот мне попадаются классные по экологии to save or not to save вот спасти или не спасти яблоневый сад жив или мертв да то есть вот еще и социальные проекты до реализована вот таким образом это очень классная идея да иркутск байкал воронеж всероссийская всероссийские восстановительные программы да то есть вот еще как момент какой-то до который можно выделить который можно также дать студентам что мне нравится мне нравится вкладыш вот такой вот черно-беленький вкладыш я мы их обычно вынимаем вот здесь он посвящен всегда какой-то теме также везде кстати обращаю ваше внимание что везде есть уровень вот здесь например можно с а2 читать вот где-то вот там у нас в принципе везде у нас тут было два по моему эти да ну а два да давайте раз на русском говорю да а два пусть будет вот значит здесь вот подготовка к известному экзамену также помимо того что здесь есть очень такие helpful tips вот to follow to discuss может быть и так далее то есть здесь вот есть текст как пример здесь полезная информация ссылочку перейти можно да послушать посмотреть подкаст и так далее да вот все это продолжается вот здесь вот есть вот сравнение двух экзаменов вообще по-моему гениальная статья мне кажется еще есть эти журналы в наличии девочки кто готовит кому нужно ну прям интересно позитивно в том ключе что вы со студентом можете обсудить почему он сдает этот экзамен почему он ему подходит в плане подготовки какие типс ему не подходят да кроссвордец вот здесь есть в конце вот разные ссылочки здесь также даны listening to the audio vocabulary отдельный да и вот здесь даже writing part экзамена да то есть вот все здесь есть продолжение экологии до текста поскольку это вкладыш в серединке это продолжение текста по экологии вот вот этого нам тоже с интерактивной частью вот потрясающие фотки вот я абсолютно все фотки прям вот чтобы не искать я их сканирую делаю их карточками да потому что карточки достал и в общем-то обсуждаешь дальше тоже продолжение travel блог это вот stories of the china girl вот listen and read да то есть он озвучен видите уже текст здесь не идет с переводом все-таки уровень уже повыше этого текста вот есть видите разные типс for travelers также вот есть work and travel in china ссылочки на девочку о которой шла речь и glossary есть тоже очень удобно чтобы не придумывать не искать себе там готовых текстов вот как бы есть материал который можно обсуждать вот интервью уровень соответственно тот который предполагает еще наличие рядышком перевода для тех кто сомневается мы обычно ученикам учеников просим это прикрыть вот а для домашнего рассмотрения в качестве допустим подготовки к обсуждению можно давать целиковую статью есть шанс что человек глядя на текст с переводом точно сделает домашку вот поэтому это действительно неплохая вещь особенно для работающих со взрослыми вот watch the movie даже можно вот и тем более вот такая тема все-таки lost in memories посвященная вот все таки солдатам советским доктор победили фашизм здесь вот интервью и и учителя могут расслабиться до почитать что-то к чему-то наверное прийти задуматься поразмыслить ну и плюс конечно для каких-нибудь спикинг клабов повышающих языковой уровень учителей тоже интересно вот vocabulary есть вот это даже можно посмотреть целое интервью да очень это полезно я так понимаю это вот в содружестве со школой дмитрия никитина написали ребята history of yano tree essential english вот такой отдельный текст также с vocabulary и также русская версия статьи есть так дальше тоже в серии essential english в рубрике есть вот у нас question for discussion потом есть вот видите разные ну разные ресурсы которые можно обсудить доступно вот с параллельным переводом по ссылочке ну очень короче много всего что и тема то видите да какая то есть можно пообсуждать российские сайты которых вы наверное не слышали вот сравнить кто может быть пробовал не пробовал сравнить качественные некачественные что нравится больше что какие есть преимущества особенно вот у меня хорошо наверное зайдет с ребятами которые у меня айти технологиями занимаются так еще одно очередное интервью значит на тему story telling вот можно обсудить и увидеть даже видео и аудио с вот с этим дядечкой что он там вещал еще пока тоже мы не брали но я думаю найду с кем взять это да the only service of its kind вот интересный обзорв сервиса причем как бы это можно расширить и взять с любым уровнем так и вот здесь также есть экзампл сент вот вот you can do with this this service this apps так разные вот экзамплс можно по ссылке найти еще вот собственно известный марат сафин и интервью вместе с ним вот на тему спорта кстати вот у меня скоро будет уже можно будет брать также events события вот которые в воронеже прошли можно взять и писать например какие-то события которые проходят в вашем городе какие-то масштабные может быть какие-то связанные конкретно с вашим регионом до которые не проходят на государственном уровне полиатлон я считаю что это круто потому что по спорту чаще всего мы что-то придумываем вечно у нас постоянно по спорту не хватает здесь целая рубрика есть вот keep safe be brave на тему health очень тоже я обычно прям выискиваю что-то нахожу для того чтобы разнообразить уроки по этой теме и очень полезное вот вывихрь стяжения марли бинт то есть вот все здесь есть для взрослых уже готовый словарь прям классный вот как улучшится мне вот кстати вот эти статьи наверное нравится больше всего в журнале потому что они настолько крутые они настолько возвращают ученика к своему личному опыту и настолько выводят классно на спикинг просто невероятно я вот сейчас не помню по какой теме по моему про стресс в этом журнале в каком-то выпуске была статья мы очень классно обсудили что мне помогает если у меня ритуалы как я к ним отношусь помогает не помогает какие самые необычные ритуалы проводят ваши коллеги на работе для того чтобы там например быстро успокоиться но в общем как-то вот прям у нас заходят они всегда на ура также вот есть еще здесь разных акциях я вообще очень люблю позицию журнала за их неравнодушность и в наше время вы сами понимаете коллеги это это очень важно быть неравнодушными и вот очень часто о разных вещах я узнаю либо со страничке главного редактора журнала либо из самого журнала и вот посмотрите присмотритесь может быть что-то вам отзовется может что-то похоже давно искали вот классные вещи по поводу рубрики бизнес вот здесь есть emotional intelligence о котором все сейчас говорят все вы наверное узнали этого лысого дядьку вот все мы его прекрасно знаем вот пожалуйста тоже готовая статья причем посмотрите на организацию текста посмотрите на организацию текста у кого взрослые есть ученики с трудностями обучения вот посмотрите организовано просто шикарно кстати тоже отмечаю большой плюс вот есть ревью до целиковая с вот такой штучкой хотите переходите хотите вот ссылочка вам на вот очень мне нравится ну и соответственно в конце всегда есть какая-то коротенькая штучка какие-то коротенькие моменты которые тоже всегда обратить внимание ну и даже реклама здесь достаточно полезно для всех преподавателей да то есть вот посмотрите даже реклама очень круто организовано у ребят онлайн курсы также есть у english мага 14 дней языковой проработки с носителями даже есть вот пробная версия тестирования и библиотека из интерактивных уроков ну в общем обращайте внимание давайте коллегам давайте студентам своим мне очень нравится я всегда из него беру практически по максимуму и иногда берешь и думаешь о готовый урок как бы вот он меня зайдет конкретно с этим человеком или вот он у меня сейчас с группой пройдет отлично ну и для себя для в качестве развития взял журнал и уже у тебя какая-то поездка уже у тебя день прошел не зря всегда есть что почитать с пользой в общем правда я влюбилась журнал с первого взгляда и вот прям вам рекомендую всем хорошего дня всем плодотворной недели если будут вопросы пишите пока